Они сами были, так зря, себе завели. Сами добровольно. У меня вот приятельница. У ней умер сын. Потом умер муж. Все в таком возрасте. Потом умер внук. Вот эти дети. И ничего не так взять. Тоже молодой умер. Вот я сейчас разговариваю. Как я ей не говорю. На эту тему разговариваю с ней. Она не обога, не обога. Дело в том, что когда ей что-то нужно сделать, она просит. Юрочка, Андрюшечка, помогите мне. Вот так. Кверху поднимают руки. Я говорю, они как ей помогут? Юрочка, Андрюшечка. Я уже не знаю, какие они были. Верующие, не верующие. И вот они мне помогают. Так я говорю, тебе Бог же через все это. Тебе все-таки Бог еще. Ты еще и менее помогает тебе через них. Два случая быстренько расскажу. Мы когда-то ходили по покроску. У вас брата Анатолина тоже. Больт она с ней. Не знаю, что было. Другим измерам было. Идем к этой семье. На поле тоже поживаем. Ей тоже было лет 60 лет назад. У Матери Христили. Ой, не надо нам ничего. Нету Бога никакого. Ожесточение такое сердце. А что случилось? А вот. Он меня забрал в детстве. В первого сына. Он забрал. И тоже время Бога нет. Готя, говорит все. Он забрал. Он мне сына. И слушать не хотят. Но раз не хотят, мы только помолиться за них. Уходим в другое место. Другой случай. У меня у одноклассника, я тогда тоже уверовала. И она воспитывала моего одноклассника тоже. Ну, двоих детей сама. Муж ушел, бросил, оставила сына. Тоже тянула. Лям как тяжело. Ничего не скажу. Я уверовала. И тоже начала Христили говорить. Дядя Аля, говорю, вот со Христом-то как жить? Бог всем помогать будет. Да кто поможет? Если я сама себе не помогу, кто мне поможет? Вот ее слова. Я говорю, да это все, что мы имеем, все равно это от Бога. Мы только понимаем, что... Как сама себе? Ты и сама себе не сможешь помочь, если Бог тебе этого не даст. Она-то не видит это. Все приписано себе. Опять. Я. Я. Опять, видите, первая буква опять летит вперед. Я. Я. Самый. Бог гордый братевица, а смирленный дает благословение. Это Петра. А, и вот и веры. Первая Петра опять. Или я кому-то 4 или 6. Ну, я позатом только не от него рассказал. По святой отце расписку, почему людей вот так вот забирают. Вот вспомните притчу про богача и ласки, да? Он же тоже пил, веселился, ему, а, что он там? А туда попал, он сразу все своими глазами увидел. Вот так же с людьми. Вот сейчас с этими людьми, которые сейчас вот, а, что там? А после смерти они сразу же становятся верующим, потому что они все в глаза висели. А там уже верующие, верующие. Там уже верить не надо, там уже знания есть. Они уже это все своими глазами увидят. А там уже поздно было. И он потом говорит, Авраам, Авраам, пусть его лазер, а мочит, говорит, палец свой, чтобы у меня, это, вот, жажду, прохладить, говорит, кто-то. Он уже уверовал. А что, вот, вот, еще там, они говорят, что мы, вот, к этим людям, которые, вот, от бога отказываются, мы должны быть с ним с исходительным. Потому что у каждого человека, вот здесь, у каждого человека, здесь названное, просто, во-первых, повреждено сердце, повреждено ум, то есть мы полностью разращены в какого-то греха. Тем более, мы несем каждые последствия своего греха. И вот для тех людей, которые в бога не веруют, для них просто, вот, как от Андрея правильно говорит, поступать это по святым отцам, просто отойди потихоньку, господи, прости, помилуй его, может быть, он, помоги ему прийти в познание истинное и познание тебя. Просто все, мы не должны, мы сказали все. Потому что у человека, у него, я говорю, повреждение ума, сердце, то есть у каждого из нас это, почему, ну, бывает, вот, Владимир Андреевич сегодня он не будет читать, потолковать. Один сдак принял, ну, другой так, бабушка-лист скажет, я вообще ничего не поняла. Ну, к примеру, вот так вот, да, вот, просто. И вот таким людям просто нужно иметь снисхождение просто, да, вот. Ну, вот, она не поняла, но у нас это присутствует, а вы, кто уже видел, уже, когда видел, что у нее другое есть, другое есть. Она может другим что-то, именно прославлять Бога, мы не знаем. Потому что каждому таланты Бог дал, и, конечно, сожмись и каждому, Господь, Он помогает каждому на это служение. Ну, а раз мы здесь всеобще собираемся все вместе, и на молитву, и на учебу, как бы, Господь все равно помогает. А еще дальше они глубоко, они это еще, святые оценные расписывают так же. Если человек, когда начинает в храм ходить и исповеться через тебя, уже ты начинаешь обращаться и к святым, и начинаешь молиться за уже живых и усопших, уже начинается род, который усопший твой, начинает тоже исправляться. Да, конечно, вы этого не знаете, но Бог это уже начинает, когда человек один из рода человеческого. Да, на том свете тоже исправление идет, да. Мы же за них же, да, проскомидию заказываем, молимся за них, домашняя молитва, милости не подаем, заказываем литью, панихиду в день. А за нас же нет, это же все, все, все даже. За нас же нет. Так свет, оно и мы же, вот Путер вечером всегда молимся за всех. Да, 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 это очень неплохо. Вот случай вот великомученица, первомученица Феклова, это была последним, ученица апостола Павла, у нее вот тоже так же было, вот ей было видение, что она тоже за кого-то молилась. И даже этого человека, который был в аду, он перешел в раме. Да, первомученица, первомученица, да. Страшно видеть, что наши близкие, когда вот так отмахивали, то есть это вот ремень, вот и смотрите, то есть это очень даже вот. Не в царствию позже, но это было нечего. Ну, сейчас еще маленько я расскажу тоже, вот почему Ян Златоуст говорит, что мы не должны любого священника не должны осуждать, потому что кто осуждает священника, тот оскорбляет Бога. Любой священник, вот даже вот себе рассказ вот сейчас возьму из рассказа Афонских старцев. Даже вот эти, которые раскольники сейчас там? Ну, их в разуме просто Господь, но я имею в виду, что да, все равно как бы это мы все дети Божьи должны быть. И вот рассказ Афонского старца был о пьянице, священнике, у него была такая страсть, что он, бывает даже это, службу служил выпившим там, ну, бывает такое, что он рассказывает так вот. Но у него была такая, он говорит, он всегда всех своих родственников, чужих, священников, архиереев, митрополитов, всех у него большая вот книга была, вот у него вот это было. Он упоминал всегда на проскомедии. И получилось так, что во время службы, он был в Толис Пахмеде, он чашу, представляете, со святыми дарами проливая, в алтаре, вы представляете, он бежит у ладыки, ладыка, говорит, так и так, говорит, что я пролил, проси, тот говорит, на тебя эпитемию, говорит, я подумаю, говорит, какое-то время тебе. И скорее всего тебя будут отлучать вообще от священства за пролитие этой чаши, то есть ты будешь, это такая эпитемия у тебя будет. Да, и все, он все, ну ладно, все ушел, ладыка ложится спать, ночью к нему все эти мертвые, которые он упоминал, этот священник, приходят, ему говорят, что такие мрачные, его за затухи, не отлучайте его, все пришли и родственники, и от священства, и все-все-все, очень много людей. И тот испугался, и множество очень людей, говорит, пришло, говорит, вся спальня, говорит, заполнена была. Они спасались за счет его, нулево, там еще и там есть подключение. Вот просто вот логически, вот священник, священник. Ну это, говорит, это как священнику, представляете, как вот краскомедия влияет на усопшись, как вот. А еще тут, говорит, ну и наша молитва, постоянная, постоянная молитва за усопших, это, поймите, это вот, вот этот же омоченый, как он старец, вот этот омоченный лазерин, палец вот этот вот, прохладывал для наших усопших. Мы не знаем, где они находятся, но для них это облегчение. Облегчение, облегчение, тоже усопших. Он проводит за всех, он говорит, все, где лежачи, где все, где все, где все, где все, где все. Нет, нет, не знаю. Ну все, давайте помогаем со временем. Он водит за меня. Мы не знаем. Начнем. Мы не знаем. Мы не знаем. ПЕСНЯ 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 НАСЯ Слава Твою Сыну и Святому Духу, имени Близнея, Ветерико, Аминь, Господи, Камилы, Господи, Камилы, Господи, Камилы, Благослови. Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояния, победы на сопротивной дороге и сохраняя Твоем жительство. Аминь. Соборное послание апостола Якова. Сегодня провожаем с горя помощью. У кого есть новое заветное? Соборное. Да, продолжаем. Деяния мы закончили с Божьей помощью. Сейчас идем дальше. Послание Якова. Давай, Баба Лиза, быстренько, тебе открою. Вот ты. На что бы не было? Давай. Вот. Начнем. Все, присели все. Будем внимательнее. Что-то Господь все равно положит каждому на сердце свое. Что-то бы полезное, как я вас воздаю здесь, выйдем. Что-то взято новое. Яков. Первая глава, первый стих. Слово описание. Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом, находившимся в рассеянии, радователям, толкованием. Раб Бога, то есть Отца и Господа, и Иисуса. А если равно раб Отца и Сына, то Сын равен Отцу и по существу, и по чести. Апостолы и Господа, выше всякого мирского достоинства, поставляют то, что они рабы Христа. Мы тоже с вами рабы. Второй стих. Слово описание. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Толкование. Искушение и печаль ради Бога апостол признает похвальным и достойным радости. Потому что они самые крепкие узы и возвращение любви и сокрушения. Почему и сказано, слова описания. Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Сирак, вторая глава, первый стих. И Христос сказал, слова описания. В мире будете иметь скорость, но мужайтесь. Иоанна 16, 33. Ибо без подвигов нельзя получить венцов ни в мире, ни от Бога. Называют их не детьми, но братьями. По смиринамудрию искушение доставляет рачительскую... Подождите. Искушение доставляет рачительным всякую радость, потому что через них обнаруживаются испытания таковых. А испытания проводят, приводят к совершенству действиям. Но тогда кто-нибудь скажет, если таково действие искушений, то как Христос научает нас молить и просить Бога, и не веди нас в искушение? Вроде противоречит. Это Матфея 6, 13. Отвечаем. Отвечаем. Искушения бывают двоякого рода. Одни происходят от нас, а другие посылаются на нас Богом для упражнения и прославления нашего. И от нас происходящие искушения двоякого же рода. Одни бывают от нерассудительной храбрости, которую мы называем дерзостью и от которой заповедует нам Господь Беречье. Потому что, хотя и бодр дух, но во время подвига бодрость угасает. Почему храбрость-то не оканчивается добром для имеющихся ее? Другие искушения, как, например, гибель садомлян в Матфея 19, 13, посылаются за грехи. Эти искушения всем силам должны избегать через жизнь безгрешную. Искушения же от Бога, каковы были ее Аврааму, не только не должны избегать, но, если возможно, нужно привлекать их терпением и благодарением. Потому что они удостаивают прославление и бедцов. Вышишь, Антон? Вот так вот. Если посылает нам Господь болезнь молодости, это тоже не просто так. Значит, нам надо терпеть и благодарить. Научиться благодарить за все. И тогда все пройдет по-другому. В конце я тоже постараюсь рассказать немножко о том случае, если не забудем. Бог даст. Напомню. Третий стих. Слова Писания. Знаю, что испытание вашей веры производит терпение. Толкование. Хотя искушение, как сказали мы, двоякого рода, то терпение полезно в каждом их роде. В искушениях от Бога оно полезно тем, что через них мы получаем прославление, как получил Он на Авраам и Иов. А искушение от нас тем, что перенесем их с благодарностью, мы делаем как бы вознаграждение за свои грехи. Ибо кто сознает свои грехи, тот положил начало своему спасению и приобрел себе черту праведника. Так как праведный муж первый обвиняет сам себя. А то ведь, посмотрите, многие ведь начинают разбору каких-то происшествий. Ведь виноват никогда не я, а вон. Я-то ведь хороший. А видите, а тут, говорится, если верующий, говорит, начинает с себя. Ссора получилась, семья от меня. Я не то сказал, ни таким тоном, ни такой интонацией, и ни те слова. Ни тем движением. Да. А в себя? Все, смотреть в себя. И даже, если чувствуешь, что ты прав, а другой, допустим, не прав. Все равно надо так вот. Себя. А я так себе внушаю. Себя надо там сменить. Как бы это, оставлять или обсуждать, кто прав, кто виноват. Я присвою. Ну, святерцы так шли путем самого себя. Правы не правы себя. Я свет уже не хочу. Я и говорю. Я стараюсь святые так. Остановиться на том, что ни обидчика не укорять, ни себя. Ну, вот я и говорю, что это правильно. Братья и сестры, простите, я вас перебью, вот это у Сергея Радонидовича как раз написано. Внимите себе, братья, всех моих, прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и телесную, или сборку нецемерную. Внимите себе, братья. Только себе. Только себе. Четвертый стих, слова описания. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Вот к чему он могло стремиться. Толкование. Причиной совершенное действие называют мудрость. Ибо знают, что испытание веры и терпения в искушениях не есть удел всех людей, но мудрых о Боге. Почему желающих высказать веру и терпение побуждает в молитве мудрости. То есть мы мудрость должны приобретать у Господа. У Него упражнение. Чаще приобретать к этому светильнику. К этому источнику живому. Воды живой. Пятый стих, слова описания. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Вот видите, только удостоверение. Дальше апостол дает это толкование. Говорит не о человеческой мудрости, но о духовной. Ибо в ней указывает нам причину совершенного действия. А причина эта небесная мудрость, укрепляясь которой мы сможем совершить добро вполне. Видите, как он делает. Шестой стих. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемым и разбиваемым. Толкование. Если верит, пусть просит, а если не верит, пусть и не просит, ибо не получит ничего испросимого. Сомневающийся и тот, кто просит с высокомерием. Но очевидно, что кто просит сомневаясь, тот есть обидчик. Ибо если ты не уверен, что Бог исполнил просьбу твою, то вовсе не приступай к прошению, чтобы не оказаться тебе через неразумное, двоедущее обвинящее, того, кто все может. Посему нужно умолять об избавлении от такой постыдной болезни. Видите, как он научат нам. Должна совесть вам подсказывать, надо это просить или не надо этого. А то мы просим, как мы вчера с братом ходили, в надежду тоже, и опять спрашиваем, что мы просим вам. Вы знаете уже все ответы. Одно и то же, одно и то же. Надо веру, веру, любовь. Ищите прежде и здоровье. Детям и себе, а сейчас конечная работа. Это приложится потом. Это приложится потом. А может даже болезнь, болезнь, спасение. Болезнь ты быстрее Бога обретешь. Ты найдешь его там. А если будешь ты как лань скакать по горам. Ну, сказано же так. Как сказано в псалме, как лань желает потоком воды, так и желает душа моя тебе, Господи. То есть лань, когда попрыгает, попрыгает, бежит к источнику, чтобы напиться, да? А потом опять убегает. Да, опять убегает. А мы так же, душа должна, не стыщилась, Словом Божиим, снова надо напитать ее. И опять дело творить Божие, идти дальше. Дальше идет. Шестой стих. А, нет. Седьмой, простите. Слова Писания. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Толкование. Сомневающийся тот, кто далек от твердого действования и не думает, сбудется то или иное, или нет. Такой не получит, как неутверенный относительно того, чего ожидает. Вот и все. Восьмой стих. Слова Писания. Человек с двоящимися мыслями нетверг во всех путях своих толкований. Двоедушный, находящийся в замешательстве, неустроенный, несовершенный, двоящийся мыслями, лицемер, а путями называет апостол душевное движение, которое возвышается надеждой. Доброе ли то, или не доброе, как и Давид сказал слова Писания. «Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе». Это Псалом 138, 30 стих. Иначе можем двоедушным апостол называть неустанавливающимися, который не стремится крепко и к будущему, не к настоящему, но носится туда и сюда и придерживается то будущее, то настоящего. Такова употребляет он в морской волне, не имеющей постоянства и цвету травы, цвету, оставившуюся недолго, но засыхающими, с восхождением, солнечным. Почему и сравнил его не с травой, которая продолжительна, но с цветом ее, чтобы представить ее кратковременность. Посему же назвал его двоедушным вопросом, потому что он не стремился с уверенностью ни к настоящей, ни к будущей жизни, ибо в Писании душой называют и жизнь, например, Иов, 2 глава, 4 стих, слабсанин. И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Удали от себя двоедушие и нисколько не сомневайся просить у Бога, не говоря в себе, как я могу просить от Господа и получать, когда столько согрешил против Нему вопросов. Не думай так, но от всего сердца свое исповедуйся и обращайся к Господу и проси у Него без сомнения, и ты познаешь Его благоутрубие, потому что Он не оставит тебя, но выделено исполнит желание сердца Твоего. Псалом 36, 4 стих. Ибо Бог не пометозлобив и милостив своим Создателям. Но каяться надо. Все мы согрешаем, а покаяние необходимо верующим. Как царь Давид согрешил два смертных греха, и не доходило, что это плохо, пришел пророк Мафан и стал обречать и он сразу принес покаяние Господу. Согрешил я Господу. Согрешил. Понимаете? Это покаяние. Можно я спрошу показать тут я по радио услышала так немножко. У Давида сын был, а почему он от нет, или от Псалома прочитала, он прижал от собственного сына, который хотел с ним на его место его свернуть и на его место его дожить. Бог попустил вот по тому, что он в Версавии завладел, в Версавии на мужа убил, а в Версавии взял в жены. Он говорит, тебе жены не хватало, ты бы попросил меня, я бы тебе еще дал, а ты в Биралон на это все поступил, ты погубил человека, ты забрал жену, понимаете? И вот в отрезку ты это тайно сделал, а теперь я это сделаю явно. Это будет весь Израиль знал. Так и случилось, когда Алисавон это из-за дочери, у него дочь была, и одним сыном изнасилована. И вот Алисавон потом убил этого брата своего по отцу. Разные материалы были. И вот тут распространено. Потом случилось так, что и царь взял свои слуги и убежал. А он погнался за ним. Он скрыл господину. А он взял заложницы десять заложниц у него было. Остались вирусы и левят. Вот он пришел к заложницам. И открыто. Понимаете это все? Писание. Там есть возмездие за тем, да? Он что-то забрал на него? Ну, царь доверен закаял? царь доверен да. А ребенок первый-то умер? Да. Ну, за то, что ты совершил, это твой первый первенец умрет. Как бы он ни молился, он там просил прощения и получил все равно наказание получил. А второй родился сын от Версавий. Кто у них родился первенец? Версавий. Нет, не первенец, а потом после того, как умер сын. Кто родился? Сын. 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 Примудритель. Это самый Примудритель. Дальше идем, да? Девятости. Девятости их словно описания. Да хвалится брат униженный высотой своей толкования. Так как смирение признает апостол хранителем всего доброго и никто не совершится без него и риск рачительным, то прибавляет выделено. Смертный путь хвалится высотой своей. Сомневающиеся уподобляют морской волне, а она от дуновения ветра поднимается и скорее, чем возвысится, опускается. Подобно испытываем и сомневающимся, когда по надмению не утверждаются прощения своих и ни на чем непринимаемым. Поэтому апостол прибавляет. Слова описания, наверное, выделено. Пусть хвалится брат смиренный. Он говорит как бы так. Кто хочет просить чего-нибудь, тот пусть, во-первых, просит необходимого относительно испрошения через он не может обмануться. То есть царствие Божие и правда его. Матфея 6.33. потом пусть просит этого постоянно. Не так, что немного помолился, да до часа отступился, ибо это свойственно гордым. То пусть просит неотступно, терпеливо, ожидая получения со смирением душевным. то есть иногда Господь действительно нас будет проверять. Оставим ли мы молитву или продолжим это просить. Потерпеть тоже надо постоянно. Десятые одиннадцати их слова описания. А богатый унижением своим, потому что он пройдет как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зной иссушает траву, свет ее подает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Толкование. Путями называют предприятие в настоящей жизни, то есть вся наша жизнь. Двенадцатый стих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что быв испытан, он получит венец жизни, которую обещал Господь любящим его. Толкование. Мы сказали, что искушение двоякого рода и что терпение полезно в каждом из рода. Апостол, помня о молитве Господней, внушающей нам безопаснейшее, то есть, чтобы мы молились, дабы не впасть нам в искушение, возвращаться к объяснению того, какое искушение от Бога и какое от нас, от нашего произволения. Впрочем, хорошо и следующее. Господь и Бог, взирая на большую немощь человеческой природы, предложил молиться о удалении от нас искушений, так как ученики его были еще далеко от совершенства. Но когда по знаниям его воскресения и вознесением на небо немощная природа наша укрепилась, то брат его по плоти научает уже не бояться искушений. А откуда все это не боимся? Это должно случиться с человеком. Это на него должно зайти Дух Святой. Не зайти. То есть это рождение свыше. Это вера во Христе. Это основание Христос. Вот это все, когда будет в совокупности, то тогда и искушения будут верующим человеку не страшны. Он уже будет понимать, что это все проверка Господа. Значит этот крест полезно мне и нужно мне значит это пройти. Это все нам в помощь любовь. Один из способов тоже говорит кто боится уполнется совершенной любви. Совершенная любовь истинная страна. Сам Господь говорит кто боится искушения недостойно будет. Недостойно. Как интересно до следующего тринадцатый да. слушайте слова писания тринадцатый в искушении никто не говорит Бог меня искушает потому что Бог не искушает со злом и сам не искушает никого никого сами искушает это дальше 14 что мы искушаем свои тропи сами сами себе полки в колесо своего толкование если искушение двоякого рода то почему апостол поставляет теперь всякое искушение в него воли божьей но примечает что он не сказал искушений но искушаем кто через грех и невоздерживаемую жизнь сам изобретает себе искушение и как бы в постояне буря погружается в опасности искушается не от Бога но от собственной похоти ибо кто победил нашедшее искушение и сделал свержи тот уже нелегко поддается искушению особенно находящимся от него самого потому что на свободе от искушений постоянно склоняется к жизни более любомудрой то есть он уже замечает эти поступки надо это делать или не надо а Господь бы это сделал Христос или поступил бы так или не поступил то есть уже идет сравнение все равно у человека а если он без писания без Христа без слова без разумения конечно он будет обрешать потому что дьявол обманил он все равно научит он мастак еще тот он 7000 лет уже у него сколько человек живет дальше 14 стих слова писания но каждый искушается увлекаясь и обращаясь собственной похоти все это свойственно естеству смертному и земному в котором усматриваются изменения и переменчивость эти первичные свойства нашей природы похоти и грех и рождающийся от нее смерть для души стали как бы ступенями погибели человеческой ибо похоть найдя место пристанища соделала грех который родил смерть и только искоренив он через покаяние мы полагаем начало другой нашей жизни мысли сначала приходит в голову потом эта мысль если мы ее сразу не отгоним она опускается куда? в сердце если сердце опустилось там уже руки прошли в ход и это совершился грех а святые мучат нас если мысль сюда пришла в голову то постарайтесь ее сразу вглубь а вот этого как раз мы и делаем и не умеем как там еще они пишут не принимают это не мое господи сразу отгонять отгонять и тогда и действие не произойдет пятнадцатый стих слава Александре похоть же зачав рождает грех а сделанный грех рождает смерть видите рождает смерть запомните это слово смерть грех это смерть снова описание толкования так как о божественной природе доказано что Бог ни сам не искушается ни других не искушает то здесь искушением называют помыслы слушающему смущающую душу ибо искушение от Бога не существует но утверждает душу озаряя ее тогда как все происходящие от нас имеют несовершенство вот то что мы делаем поступки всякие совершаем это несовершенство на дьяволе искушение есть на что он делал от дьявола искушение конечно он же век нечистость весом все дело для того чтобы мы согрались и наше но действие я разумею что Бог не искушает в другой раз насылается что в Роде это да он смотрит как Один подвижник тоже пришел к святому отцу. И говорит, отче говорит, я могу противостоять своим мыслям, потому что они постоянно меня одолевают. Он говорит, ну что, брат мой, высуну руку в окно. И как раз шел сильный ветер. Он высунул, ну что, видишь, рука у тебя не может против ветра устоять, ее сгибают. Так же мысли, но ты же знаешь, как можно противостоять. То есть молитвой. То есть постоянно ты руку выдевай в окно, или где-то идешь все равно противостоянием, ветер сильно дует. Он любую руку сломает, потому что вот так же мысли дьявольские. Они, что бы ты ни делал, все равно они пробьют, да. Но у тебя есть хорошее оружие от Бога, то есть молитва. То есть он ему вот так вот объяснил. Крестное знамение. Да, да, крестное знамение, да. И много других слов даже из Писания. Некоторые святые отцы говорили, просто вот этими словами даже. Два слова. Христос воскресе, Христос воскресе, Христос воскресе. Крестное знамение на себя наложил, и мысли ушли. Или Господи поминь, Господи поминь. И Иисусу молитву кого-нибудь. Что Вы Пресвятая Богородица, спаси нас. Святые ангели, помогай мне избавиться от сушения. Ну, какую короткую молитву, потому что большая. Да, краткую молитву, даже вот я говорю, Христос воскресе, Христос воскресе. И мысли сразу же, они сразу же, да, они сразу же. Задьба длинные там. Да, да, да. Ну, можно, если, можно даже с поклончиками, даже вот так вот раз. Все, пожалуйста. Это вот любое дело не просто. Просто у Вас есть оружие сильное против этого ветра. Искушение, да, если вам описывать, что искушение не надо делать. Потому что они как порыв идут. И их ничем не сломят. До последнего издревания. Да, да. Судя, да, что он был. 16-17 стихи и слова Писания. Не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не исходит свыше от Отцов Света, у которого нет изменений и ни тени перемены. Толкование. Под Отцом Светов разуми Бога, а под Светами или силы ангельские, или просвещаемых Духом Святым людей. У Бога Светов нет изменений, ибо Он Сам взывает через пророка. Малахия 3, 6. Ибо Я, Господь, и Я не изменяюсь. Слова Писания. 18 стихи. Слова Писания. Восхотев, родила на Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Толкование. Сказал, восхотев, выделено, потому что есть люди, которые по вождению беса умствуют, что мир составлялся как бы случайно. Божество неизменяемо. Если мы произошли, то явно, что мы неизменяемы. И возможно ли, чтобы неизменяем было то, что из небытия пришло в бытие через изменение? А чтобы по поводу Слова породил, не подумал кто, что Бог из Сына родил так же, как нас. Апостол присокупил Словом истины. Ибо по словам Иоанна, Богослова, все через него начало быть. Это Иоанн Георгиан 1, 3. То есть через Слово истины. Посему, если мы произошли через Слово, то неоднородны с тем, от кого произошли по бытию. Видите, это интересно. 19 стих, слова Писания. Итак, братья мои возлюблены, всякий человек да будет скор на слышание. Медленно слова, медленно гнев. Вот три пункта. Толкование. Скорым нужно быть по наслышанию непростое, но деятельное, возбуждающее, приглашать услышанное к делу. Ибо известно, что кто слушает прилежно и внимательно, тот готов будет и исполнить слышаемое. А кто напротив, медленно располагается к чему-нибудь и откладывает то, то последствии может и совсем отстать от предприятия. Посему выделено. Относительно изучения божественных предметов апостол заповедует скорость. Слышите еще раз. Посему относительно изучения божественных предметов апостол заповедует скорость. А относительно того, совершение чего соединено с опасностью, медлительность, таковы слова «гнев», ибо говорливость в гневе не оканчивается добром. Посему один богомудрый муж часто раскаялся в том, что он говорил, а в том, что молчал, никогда не раскаивался. Так и блаженный Давид заповедует в самом 4-й, 5-й стихе. «Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утешитесь». То есть не гневайтесь скоростью и не впадайте от гнева в бешенство. Подобно это и настоящая заповедь о словах и о гневе, особенно о гневе, который был допущен до безрассудства, лишая правды Божией. Вот, к стыду своему, тоже замечаю. Когда неверующий был, начинаю гневаться. И в гневе совершаются всякие недостойные, нехорошие дела. Слова вылетают плохие. И все, ну, много палок, дрохнуло мы. Потом успокоимся. Зачем вроде-то я начал вот так-то? Гнев, вес. Да, а вес уже... И мы уже начинаем думать. Потом уже думаем. А гнев-то совершили? Грех-то совершили? Все. Диалог уже опять ручки потеряет, он свое добился. А если гнев подступает, действительно, брат сказал, помолиться, или еще лучше сесть за Слава Божия, псалтыр почитать. И когда душа успокоится, вот тогда потом уже, уже можно что-то и побеседовать, и что-то рассказать. И опять с этим человеком можно сесть, или встать на молитву, и помолиться, и почитать. Да, правильно. Но он не говорит, только вот, представьте, только вот, писание, псалтыр, и ты как-то, молитвы краткие. Он поклончик, и крест на знания. Игнария Тихонович, тут немножко еще вот, смотрите. В любом деле человек должен заботиться о его окончании, и поэтому должен поспешать. Так как спасение души есть самое наиглавнейшее дело нашей жизни, то и поспешить к нему следует более всего. Евреям 3.15, слава писания. Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время опыта. Поэтому, как только представилась возможность услышать слово Евангелия, отложи все дела и склонись, как Мария у ног Иисуса, избрав благую часть. Относительно изучения божественных предметов, апостол заповедует скорость, то есть не откладывает ни на день, ни на час, но в продолжении всей жизни нужно учиться любое дело делать как можно быстрее, поспешая окончить его. В деле же исследования священного писания и на молитве никогда не спешить. Мы спешили навстречу к Иисусу, теперь мы склонились перед Ним. И спешить нам теперь уже некуда. Мы молимся Ему, говорим Ему, Он слушает нас. Когда мы читаем Слово Божие, медленно, вникая в таинственные смыслы писания, то мы слушаем Его. Это Он Сам говорит нам. Вот почему святые отцы и утрами советуют, что после молитвы сесть за счастливое писание и послушать, что Бог среди тебе вложит в твое сердце. И это ты принесешь всем своим днем, потому что оно где-то отобразится в каких-то делах, поступках. И ты вспомнишь. Описание как раз я это прочитал. И у тебя события случилось с этим. И ты кому-то засвидетельствуешь. А как в попыхах стали, вдух-дух-дух-дух, под мюансами убежали. Все. Опять не Богом не возблагодарили, не помолились, не почитали. Опять суета заела всех. Да, брат? Допомнить можно немножко? Я сейчас об обесскушении немножко скажу. Когда рассуждали, мы смотрим яркий пример Ива. Субтитры читали Ива? Да. Очень яркий. Да, то есть пришел Сатана, написано совет, да, Господь. И Господь как бы хвалится Ивом, говорит, вот есть такой праведник, непорочен, богобоязнен. Вот, а Сатана, что под сомнение поставил, правдивость, что он сказал, что допусти, и прославит ли он тебя, Господь допускает вот эти искушения для Ивого. Уже от Сатаны уже. То есть Господь попускает эти искушения. Не Он их вводит в человека, а именно попускает. И опять же Сатана вводит, а это пропускает Господь, да. Вот, и я еще очень яркий пример вспомнил Авраама. Это Бытие 22 глава 1 стиха, там написано, что Бог искушал Авраама. Когда жертву принести сына своего Исаака. То есть искушает, написано, искушал. Сильная вера, да. То есть Он иногда нас испытывает, нашу веру. И еще, если можно, я немножко еще дополню, ладно? Да, нужно, давай. Тут вот в начале беседы шли рассуждения, кое-что я сейчас зачитаю. Именно о молитве за умерших. Это Матфея, 16 глава. Помните, да, это? 19 стиха. Да, сейчас. А богачей Лазарь? Да, богачей Лазарь. Попошли, брат, братьям моим. Может быть, у них, говорит, есть. Моисей говорит, пусть его слушают. А если его не послушают, то здесь уже тоже. А что, почему? От Луки, брат. А? От Луки. От Луки. 16 глава, от Луки. Да, Луки, Луки, Луки. Прошу прощения. А мне мы все ошибаемся. Так. 16 глава. Вот, с 19 стиха. Ну, дальше прочитаю еще. Умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Аврааму. Умер и богач, и похоронили его. И в Аде, будучи в внуках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И воззапив, сказал, Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде. И прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сием. Но Авраам сказал, Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое. То есть он пишет слово Бристатина. Сколько мы там помним, да? Сейчас, да. То есть мы об этом говорили, что у людей, вот они, а, что, говорю, там буду каяться, зачем? Он и так вот по мрачению идет. А потом, когда туда пришли, а там же все, вот чужие. Все, да. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что, хотящие перейтись отсюда к вам не могут. Так же и оттуда к нам не переходят. Здесь Господь прямо говорил, я вам сейчас о молитве умер, хочу напомнить, что, а как Господь, что он здесь говорит? Великая пропасть, так хотящие перейти отсюда к вам, то есть откуда к вам, в ад, израил в ад, не могут перейти. Та же и оттуда к нам не переходят, то есть из адов в рай не переходят. Участь здесь решается только здесь. Почему здесь покаяние присуществует? Почему здесь ииск? Записки тоже имеют большое значение. Иначе бы зачем было покаяние? Это понятно, оно согласно Слову Божию. Нет, тогда бы Господь не заповедовал вот эти записки. Зачем они? Какие он заповедовал? Ну а зачем тогда батюшки читают записки за здравие? Я вам говорю, согласно Слову Божию. Это большая сила во многих святых отцов и Игнатия Верчаниновых. Тут еще толкование святых отцов еще. Именно, да. Ой, святитель Игнатий Верчанинов, молитесь за усопших. Господь дал.